Банада непременно заканчивается с Бургимнем. В честь кого закатили, пожалуй, одну из самых апотажных вечеринок в Самаре за последнее время? Самарцам, пришедшим на Энди Ворхол Пати, не показали ни одной банки супа Кэмпбелл, ни разу не дали насладиться разноцветной Мэрилин Монро, и лишь однажды на афише предоставили изображение самого Ворхола. И если вы считаете, что без стереотипных атрибутов вечеринки в честь основоположника Поп-Арта не бывать, то вы недостаточно хорошо с ним знакомы. 14 марта Энди Ворхола в основном слушали. Мне кажется, классная вечеринка. Вообще, мне кажется, таких надо почаще, побольше делать. Я сам как бы из поколения 80-х, 90-х, но все равно музыка 70-х очень нравится. Я считаю, что, в общем, не зря сюда пошел. Не секрет, что одним лишь фактом своей жизни Ворхол создал целую пласт музыкальных произведений, с ним ассоциирующихся. Все началось с того, что в 66-м году он вытащил на свет божий группу Velvet Underground, став их менеджером и, что еще более важно, нарисовав знаменитый банан для их первого альбома. Затем песню Ворхола посвятил Дэвид Боуи, а о знаковой встрече художника с Джимом Моррисоном широкая публика узнала из фильма «Дорс Оливера Стоуна». Ворхол все всегда будет живым. Да, просто живем мы уже в эпоху, когда реализм давно отошел, да, в эпоху как будто бы тоже, да, но всегда остается одна такая цельная голая мысль, которая может быть выражена более простыми декоративными средствами, да. Возможно, в эпоху будет усложняться, перерастать во что-то, да, но в его нынешнем, в нынешний корм, он будет всегда мигать. И сегодня, по-своему, сделаем, должны были бы играть, играть совсем в другую музыку, да, но вот этот вот дух того времени, мне кажется, он все очень, наверное, соблюден, потому что и коллективу подобраны с Рашо, ну что ты же правильно. Энди Уорхол постоянно был рядом с музыкой, и поэтому его можно услышать у тех же Лурида, Боума и Гипопа, и всех, кто с ним тогда дружил. На воскрешении и так вечно живых песен отразили группы Дориан Грей, Авиньон Петет, Лонг Хэр, Джерба и Спейс Фоза Папа. И пусть не все из них играли ковера на друзей Уорхола, но каждый из музыкантов получил изрядную дозу видеопрезентации прямо на свою позу. Думаю, нетрудно догадаться, кто был автором этих видео. Кстати, позже в этот вечер уделялось особое внимание весьма откровенно в позе артов с элементами картин самого Энди. В общем, когда все действие подошло к концу, вряд ли у кого достались сомнения в том, что Уорхол знаменит одним лишь судом. 50 лет спустя вечеринка, посвященная ему, выполнила, пожалуй, главную задачу Компарта, превратив обычный вечер в элегантное произведение искусства.